готова до уважаемые коллеги у нас сегодня заседание диссертационного совета лфы 152 номер 5 и она посвящена защите кандидатской диссертации цебровым федором михайловичем на тему механизм обратного транспорта протонов в стенородоксинах представлена соискание ученых степени кандидата биологических наук по специальности 152 биофилика ведущая организации федеральные государственные бюджетные учреждения науки институт молекулярной биологии имени энгельгарта российской академии наук научный руководитель гардерий улитин иванович кандидат физмат наук ведущий научный сотрудник центра исследований молекулярных хронизмов старения и возрастных заболеваний федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования московский физика технический институт национальный исследователь университет соискателем были предоставлены следующие документы диссертации опубликован 28 июля 2023 года с отчетом проекта на текстовые заимствования автореферрант опубликован 3 августа 2023 года вот это того что руководителя гордели вентин ванчах дат физмат наук лишь наш сотрудник им ты заключение организации где проводился пробация мфт и отзыв 1 богачёв александр валерьевич доктор биологических наук доцент заведущий отдела молекулярной энергетики микроорганизмов научно-исследовательского института физико-химической биологии мебелозерского мг у меня ломоносова второй завтра вера константин константин еще доктора физико-миниверситет наук профессора главного научного сотрудника лаборатории структурной динамики стабильности фолдинга белков института цитологии рам диплом магистра об окончании мфт и кандидатский экзамен со следующими оценками иностранцы хорошо история философии науком отлично биофизика отлично документы были предоставлены опубликован на сайте мфт и в срок и соответствует религиям положения по суждению ученой степени кандидат наук доктор наук в МФТИ собрав Федор Михайлович принято в защите протоколом голосования экспертного сайта физико-миниверситет наук мотивационного сайта МФТИ Б-1023-9-3 августа 2023 года на сайте опубликован письменное заключение по содержанию диссертации которые были подготовлены членами стационного совета включение Чупина Владимира Викторовича председателя стационного совета доктора химической наук доцента главного сотрудника Центра исследований экзаменов и старения возрастных заболеваний Веранaya государственных образований учредения высшего образования Московского физи町 Кистенского института Национального и исследовательского университета заключение Ботищева Олега Вячеславовича доктора физмат наук доцента заместителя директора института по научной работе институт физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской Академии наук заключение Кучерки Норберта доктора физико-миниверситет наук заместителя директора по conductary работе в лаборатории нейтронной физики имени Франко обвинён института ядерных исследований город Дубна В заключении Бучурова Эдуарда Валерьевича, кандидата химических наук в старшину научной сотруднике лаборатории биомокулярной метроскопии Института биоорганической химии Академии Шмякина, Овчинникова, РАН. В заключении Прожестовского Петра Дмитриевича, доктора биологических наук профессора, профессора кафедры нормальной физиологии Казанского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации. В заключении Островского Михаила Аркадьевича, доктора биологической наук, профессора заведующего кафедры мулькулярной физиологии и биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. В заключении Шайтана Константина Вальдемаровича, доктора физиологической наук, профессора, профессора кафедры биоинженерии биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. На этом у меня все, и мы можем переходить к выступлению. Прошу. Да, доброе утро, уважаемые коллеги и гости. А подскажите, пожалуйста, все ли у нас в порядке со звуком. Вот сейчас я это уточняю. Тогда сейчас мы небольшая пауза, решим технические вопросы и продолжим. Продолжайте. Да, спасибо. Доброе утро всем еще раз. Тема моего доклада «Механизм обратного транспорта протонов в тенородопсинах». И хотелось бы начать с того, что же такое родопсины, а именно микробные родопсины. Как известно, многие живые организмы на планете Земля так или иначе взаимодействуют со светом. И довольно значительная часть этих организмов делает это при помощи родопсинов. Трансмембранных семиспиральных вилков, которые содержат в себе кофактор ретиналь. Родопсины можно разделить на два типа, которые довольно сильно между собой отличаются. И такая классификация существовала до недавнего времени. Тип 2 – это родопсины млекопитающих, которые есть у нас с вами в глазу. А тип 1 – это микробные родопсины, которые были обнаружены в различных организмах. В бактериях, археях, простейших эукариотах и даже вирусах. Я сказал, что эта классификация была до недавнего времени, потому что в 2018 году были обнаружены гелиородопсины, которые некоторыми учеными выделяются в отдельный третий тип. Он отличается от уже известных тем, что этот гелиородопсин инвертирован в мембране. У него N и C концы поликопитной цепи находятся в других местах. Однако некоторые ученые рассматривают тип 1 и тип 3 все равно вместе и называют это микробные родопсины. Так же поступим и мы с вами. Можно провести классификацию микробных родопсинов по их функциональным свойствам. На текущий момент известно, что микробные родопсины способны выполнять функции транспорта, пассивную каналы и активную помповую активность, а также могут выполнять сенсорную и даже энзиматическую функцию. Другим способом провести классификацию микробных родопсинов – это посмотреть на филогенетическое дерево, которое представлено в правой части слайда. В моей работе были исследованы ксенородопсины, которые являются обратными протонными помпами. Обратными, потому что они прокачивают протон против привычного направления для хорошо изученной помпы бактериородопсина. То есть бактериородопсин прокачивает протон наружу клетки и исследуется уже довольно давно. А нами были исследованы белки, которые прокачивают протон внутрь клетки. Как заявлено в названии работы, исследовался механизм транспорта. Что же понимается под этим термином? Давайте рассмотрим на примере механизма транспорта наиболее изученного бактериородопсина из археи Галобактериум салинару. На слайде представлена схема механизма транспорта, то есть каким аминокислотом связывается протон и как он между этими аминокислотами, то есть сайтами связывания протона перемещается. Важную роль в механизме транспорта играет основание шифа, которое образуется ковалентной связью лизина и молекулы ретиналя. Таким образом можно так описать, что такое механизм транспорта. Что нам нужно понимать? Это три составляющие. Во-первых, необходимо идентифицировать сайты связывания протона, которые участвуют в транспорте. Во-вторых, необходимо описать, в каком состоянии они находятся на каждом этапе этого переноса протона. И третье, что, наверное, самое интересное и наиболее важное, перенос протона между сайтами связывания на самом деле происходит через довольно значительное по размеру, порядка 10 стрем, гидрофобные области белка. И встает вопрос, каким именно образом протон, заряженная частица, проходит через гидрофобные области нашей молекулы. И вот на такие вопросы мы пытались ответить для нового типа белка, для ксенородопсинов. Что вообще такое ксенородопсины? Они были впервые выделены в отдельный класс в 2011 году путем анализа последовательностей генов родопсинов. И этот класс получил такое название ксенос, потому что с греческого это слово странный. И на тот момент казалось странным, что в отдельную группу родопсинов входят гены абсолютно разного происхождения. Здесь представлены как бактерии, так и архии. Отмечу, что в эту группу попадает давно изученный анабейно-сенсорный родопсин, то есть сенсорный родопсин анабейны, который вроде как обладает сенсорными свойствами. И на тот момент подразумевалось, что эта группа является сенсорными родопсинами. Однако, как мы позже выяснили, что эта группа обладает частично и сенсорными свойствами, и свойствами переноса протона, о чем будет сказано дальше. Как же происходило исследование ксенородопсинов, что известно до текущего момента? До момента моей работы было исследовано три белка ксенородопсина. Один из них из археи и два из них бактериального происхождения. Были проведены работы, которые показали, что функция этих белков действительно обратный перенос протона, то есть перенос протона внутрь клетки, были исследованы время разрешенные спектральные данные, и для одного из них была получена структура основного состояния. Конечно же, хотелось бы более подробно узнать, как эти микробные родопсины работают, и для того, чтобы это сделать, необходимо не только получить структуру основного состояния, еще лучшего разрешения, а здесь было 2,5 экстрема, но и получить структуру промежуточных состояний функциональных, чтобы понимать, какие именно элементы белка участвуют в механизме транспорта. Зачем вообще стоит изучать эти ксенородопсины? Ну, тут можно так ответить. Вообще говоря, ксенородопсин является альтернативой к анальным родопсинам для возбуждения нейронов, например, или других возбудимых клеток в оптогенетике. Чем занимается оптогенетика? Мы при помощи светоактивированных белков можем управлять электрическими свойствами мембраны и запускать, например, потенциал действия в возбудимых клетках. И до текущего момента классическим инструментом является канальный родопсин для возбуждения, для активации нейронов. Так как ксенородопсин пропускает, перекачивает протоны внутрь клетки, он тоже способен запускать потенциал действия, и поэтому он является альтернативой для канального родопсина и обладает некоторыми преимуществами. Во-первых, он способен прокачивать протон независимо от градиента, потому что это помпа, а не канал. Во-вторых, он обладает селективностью чисто по протону. И, например, в тех условиях, когда нам важно не менять условия по ионам каким-то, то в данном случае ксенородопсин тоже обладает преимуществом. Так как это помпа, то у него другая кинетика, и у него есть другие спектральные свойства, что тоже в некоторых применениях может найти свою роль. Давайте дальше поговорим не только зачем их изучать, но и как они изучаются, как изучаются микробные родопсины. Опять же, на примере самого исследованного бактериородопсина, который изучается уже более 50 лет, к нему применялись различные физические, биофизические, биохимические методы исследований. И здесь я на слайде собрал наиболее популярные биофизические методы исследований, которые можно разделить на три группы. Это структурные исследования, спектральные исследования и функциональные исследования, которые, соответственно, структурные исследования позволяют получить информацию о пространственной структуре белка, спектральные исследования исследуют спектральные свойства нашего белка, А функциональные позволяют определить, что же, собственно, делают, какие протоны или ионы у нас способны пропускать белок и каким образом, активным, помповым или пассивным, как канал. Я в своей работе использовал рентгеновскую дифракцию для определения структурных свойств белка. Также была использована спектроскопия, видимо, и ультрафиолетового диапазона. И мы провели PH-тесты в клетках для определения функций белка. Важно отметить то, что все эти методы могут быть использованы во время разрешенном режиме, то есть проследить какие-то изменения, способные в ходе работы белка в определенные моменты времени. Итак, давайте я дальше перейду к целям и задачам исследования. Так как ксенородопсин был не изучен с точки зрения механизма транспорта, нами была поставлена следующая цель. Это определение механизма обратного транспорта протонов в мембранных белках ксенородопсинов. И чтобы данную цель реализовать, мы поставили перед собой следующие задачи. Я их кратко перечислю. Во-первых, это определить функцию, то есть показать, что он действительно обратная протонная помпа. Во-вторых, понять, какие у него есть промежуточные состояния в ходе его работы. Это мы делали при помощи времеразрешенной спектроскопии. Далее, следующая задача номер 3. Определить пространственную структуру белка в основном состоянии. А задача номер 4. Определить пространственную структуру функциональных промежуточных состояний. Чтобы подтвердить те аминокислоты, которые участвуют в процессе транспорта, следующая задача — это исследование функций мутантов. И в итоге, на основе всех этих данных, последняя и самая важная, по сути, задача — это построить модель механизма обратного транспорта протона в ксенородопсинах. Давайте дальше буду двигаться, собственно, к результатам. Что получилось? Да, но, конечно же, нужно конкретизировать, что мы исследовали, что было объектом исследования. Как я уже говорил, ксенородопсины — это целый класс. И мы исследовали ксенородопсин из бактерии Bacillus caulensis из Мексики, из пустыни, из вот этой пустынной лагуны, которая показана на карте. Он был найден нами биоинформатически и выбран для исследования. Следует отметить, что в 2008 году был полностью секвенирован геном этой бактерии. И уже тогда, в 2008 году, обсуждалось, что геном содержит ген некого белка, который является радопсином. И так как он гомологичен анабоэносенсорирадопсин, то было сделано предположение, что он также является сенсорным радопсином. Однако потом оказалось, что ксенородопсины в том числе являются и обратными протонными помпами. И можно разделить ксенородопсины на три большие группы. Во-первых, это ксенородопсины бактериального происхождения, архейного происхождения и ксенородопсины, которые мы назвали АСР-подобные сенсоры. Почему такое деление? На самом деле мы исследовали не только один белок. Один белок мы исследовали подробно и проверили несколько других на их функциональные свойства. И нами было обнаружено то, что ксенородопсины из групп бактериальных и архейных обладают обратным транспортом протона. Они действительно прокачивают протон. А АСР-подобные сенсоры, было обнаружено, что они не имеют протонной прокачки. То есть таким образом, на самом деле, класс ксенородопсинов с точки зрения функции является неоднородным. Есть те, которые обладают обратной прокачкой протона, а есть те, которые не обладают. Это наводит на дополнительный вопрос, а в чем же, собственно, разница между этими ксенородопсинами. Это я тоже чуть-чуть попозже обсужу. Итак, данный белок был гетерологично экспрессирован в кишечной палочке с целью получения препарата белка. После экспрессии белок был салибезирован в детергенте, очищен при помощи афинной хроматографии на никелевой колонке. Дополнительно была сделана гельфильтрация и был получен препарат чистого белка. Кроме того, было показано, что данный белок БИСЕКСЕР действительно является протонной помпой, прокачивающей протоны внутри клетки. Это было сделано при помощи несложных экспериментов в культуре в клетках кишечной палочки. Белок гетерологично экспрессируется в мембране. Суспензия клеток выдерживается в различных солевых растворах. И далее проводится следующий эксперимент. Мы освещаем суспензию клеток светом и следим за изменением pH. Мы наблюдаем при наличии света рост pH, то есть понижение концентрации протонов в суспензии клеток, потому что они все прокачиваются внутрь нашей клетки. И важно отметить, что данный эффект наблюдался вне зависимости от солевого состава нашей суспензии клеток. Таким образом можно сделать вывод, что это прокачивается именно протон. И более того, дополнительное подтверждение нашему подтверждению это то, что при добавлении протонофора СССП, который делает мембрану проницаемой для протонов, эффект пропадает. То есть, когда мы добавили протонофор, синодопсин прокачивает протон, однако никакого градиента создать не удается, потому что мембрана проницаема для протонов. В итоге мы таким образом показали, что это действительно протонная помпа, которая прокачивает протоны внутрь. На следующем шаге мы исследовали спектральную кинетику BISXR в мицеллус-детергентах. Было проведено наблюдение изменения спектров поглощения после короткой мощной лазерной вспышки, порядка 2 нс. И в ходе таких экспериментов мы наблюдаем изменения спектра поглощения со временем. Данные эксперименты были проведены в диапазоне длин волн от 330 до 730 нм. Для того, чтобы исследовать кинетику и термодинамику данных реакций, был проведен скрининг по температурам для данных реакций. Результаты для двух характерных длин волн показаны на слайде. И данные зависимости были обработаны при помощи глобального мультиэкспоненциального фита, вот такой зависимости, как показано на слайде. То есть у нас есть несколько временных констант, несколько экспонент, и данный фит называется глобальным, потому что здесь есть глобальные параметры константы скорости в экспоненте, которые одинаковы для всех длин волн. А амплитудные параметры, они зависят как от экспоненты, так и от длины волны. Таким образом были получены константы скорости для реакций, протекающих в белке. Они представлены в арене в сухих координатах на левой части слайда. И затем, с целью получения термодинамических параметров реакции, данные зависимости были обработаны при помощи теоретической модели Эйринга-Полани, из которой были получены термодинамические параметры реакций. Кроме того, на основе данных спектральной кинетики был построен модельный фотоцикл нашего ксенородопсина. Было показано, что оптимальное количество констант для обработки данных это 5, значит белок имеет 5 состояний. И на правой части слайда показаны характерные времена распада этих состояний, а также их спектральные зависимости. Уже даже на основе этих спектральных данных мы можем сделать некоторые выводы о механизме транспорта протона в нашем белке, потому что в ходе работы белка мы наблюдаем наличие М-состояния белка, так называемого. М-состояние это по аналогии с М-состоянием бактериородопсина. Это состояние характеризуется сильным сдвигом поглощения в синюю область на длине волны порядка 400 нм. И соответствует депротонированию основания шифа. То есть уже на основе этих данных мы понимаем, что в некоторый момент работы белка у нас протон уходит с основания шифа и потом возвращается. Ну, чтобы подробнее разобраться с механизмом транспорта, белок был кристаллизован методом инмеза. И кроме того, мы проверили спектральную кинетику также и для кристаллов. Если говорить коротко, то качественные результаты совпадают и отличие между спектральной кинетикой в мицеллах детергенты и в кристаллах не обнаружено. С данных кристаллов была получена структура методом рентгеновской дифракции, разрешением до 1-8 ангстрема. Если говорить в общем, то белок похож на ранее исследованные представители на НС-ксер, это архейный ксенородопсин, а также он похож на бактериородопсин тем, что в кристалле также является тримером. Ну, давайте подробнее посмотрим, что же мы обнаружили в структурных исследованиях нашего белка БС-ксера. Во-первых, можно заметить ключевую для родопсинов область в структуре. Это ретиналь, который эквивалентно связан с лизином через основание шифа. Этот ретиналь, можно сказать, что разделяет белок на две области. На внеклеточную, которая находится в нижней части этой иллюстрации, и на внутриклеточную. Давайте пройдемся снизу вверх от наружи клетки внутрь и посмотрим, какие характерные структурные особенности мы наблюдаем. Во-первых, у нас есть плотная сетка водородных связей со стороны внеклеточной части белка, которая находится в довольно значительной полости, которая простирается почти что до аргинина 70-го. Далее у нас имеется небольшой гидрофобный гейт, который отделяет сетку водородных связей от области основания шифа, который является ключевой в переносе протона. Над основанием шифа, если смотреть на картинке, то есть в сторону внутриклеточной части, у нас имеется большой гидрофобный гейт, который отделяет основание шифа от следующей полости, располагающейся в цитоплазматической части белка. В этой полости мы обнаружили несколько молекул воды, которые также образуют сетку или цепь водородных связей. И данная сетка соединяется вплотную с перезаряжаемыми аминокислотами цитоплазматической области. И мы назвали эту часть белка группой переносов протонов, потому что дальше показали, что именно эта область участвует в переносе протона. Давайте посмотрим общим планом на то, чем и как выглядят обратные протонные помпы, то есть бисиксер и бактериородопсин. Можно сказать, что на первый взгляд они довольно похожи. У нас имеется значительная полость в деклеточной части и у того, и у другого белка. Отделяется область основания шифа и там, и там аминокислотой аргинин. Основание шифа далее отделяется от перезаряжаемых аминокислот цитоплазматической части за счет довольно большого гидрофобного гейта. Он присутствует и там, и там. И поэтому можно задать вопрос, а в чем же, собственно, разница, почему один из них является обратной протонной помпой, а другой прямой? Ну, давайте посмотрим детальнее на область основания шифа, которая ключевая. Оказывается, что она в целом принципиально разная. Для бактериородопсин давно уже было показано, что присутствует довольно характерный пятиугольник водородных связей, которые образованы тремя молекулами воды и двумя аспартатами. Область основания шифа для ксенородопсина выглядит совсем по-другому. Здесь присутствует всего лишь одна молекула воды, которая связана с основанием шифа водородной связью. И эта молекула воды стабилизируется противоионом аспартатом-73, и данное устройство одинаково для ксенородопсинов. Ну, конечно же, объяснить механизм работы только на основе основного состояния довольно сложно, поэтому требуется структурное исследование для промежуточных состояний. И нами были проведены такие исследования двумя способами – путем криотреппинга и путем время разрешенной кристаллографии. Если говорить коротко о том, как работают эти способы, то в ходе криотреппинга мы охлажденный кристалл белка до 100 кельвинов в основном состоянии на некоторое время нагреваем и освещаем светом лазера. Белок переходит в некое промежуточное состояние, мы его обратно охлаждаем, у нас при низких температурах вся кинетика замедляется, и мы тем самым как бы зафиксировали белок в этом промежуточном состоянии. И подбирая должным образом параметры нагрева и времени освещения, просто экспериментальным образом, мы можем получить нужное состояние белка, некое промежуточное. Конечно же, нужно это как-то подтвердить, и мы подтвердили это при помощи спектральных данных кристаллов в промежуточном состоянии. Мы увидели, что спектры кристаллов в промежуточном состоянии совпадают с данными спектрами, полученными путем анализа данных время разрешенной спектроскопии, которая была сделана для белка в мицеллах детергендах. То есть были получены путем криотреппинга структуры для И-состояния и для М-состояния. Другой способ получить данные структурные, времяозрешенные, это времяозрешенная кристаллография. По сути, мы просто снимаем структуру белка с кристалла спустя некоторое время после освещения белка светом. То есть мы запускаем работу белка, и спустя некоторое время, регулировать эту задержку, мы можем получать структуру для разных временных значений в ходе работы. Давайте теперь посмотрим, а что же интересного было обнаружено в примерозрешенных структуральных данных. Что происходит в промежуточных функциональных состояниях белка по сравнению с основным состоянием. Здесь показана именно цитоплазматическая часть, потому что в ней были обнаружены наибольшие, наинтереснейшие изменения. В основном состоянии ретиналь находится в уолтрансконформации, и основание шифа своим протоном развернуто в огнеклеточную область. После освещения, возбуждения светом, ретиналь изомеризуется и переходит в 13-цисконформацию, основание шифа разворачивается. И вот тут мы видим интереснейшее наблюдение. У нас между группой переноса протона и основанием шифа появляются дополнительные молекулы воды, которые образуют цепь водородных связей. И видимо по этой цепи водородных связей протон и уйдет с основания шифа на группу переноса протона, когда мы перейдем в М-состояние. В М-состояние данная цепочка уже начинает разрушаться, видимо с целью не допустить обратный перенос протона на основание шифа. И тем самым способствует именно направленному переносу протона. Что мы пронаблюдали в других областях нашего ксенородопсина в ходе промежуточных состояний? Как я уже говорил, ретиналь изомеризуется после возбуждения света в 13-цисконформацию. Для этой изомеризации требуется дополнительное место и в отличие от бактериородопсинов, в ксенородопсинах мы пронаблюдали другую динамику вот этой области белка. Мы увидели, что трептофан, который образует такой пакет, который окружает ретиналь, он не сдвигается целиком, сдвигая довольно значительную часть белка в бактериородопсине. А в ксенородопсине он просто разворачивается и тем самым берет на себя все эти структурные изменения, не приводя к большим изменениям во всей молекуле белка. Для разворота этого трептофана дополнительные изменения происходят также в двух гидрофобных аминокислотах. Вот в этих двух, показанных на иллюстрации. Важно отметить то, что в М-состоянии этот трептофан также развернут, но уже находится в промежуточной конформации и стабилизируются молекулой воды, которая в свою очередь стабилизируется аспартатом 107. И вот этот аспартат, кажется, является ключевым отличием между ксенородопсинами, которые прокачивают протон внутрь, и сенсорными родопсинами. Потому что у сенсорных родопсинов на этой позиции находится глутамин. Что мы пронаблюдали во внеклеточной части белка, в ходе промежуточных состояний? В Л-области большого отличия от грант-состояния от основного не наблюдается, а в М-состоянии здесь появляется дополнительная сетка водородных связей, видимо, по которой и произойдет репротонирование основания шифа. Для того, чтобы более детально определить аминокислоты, важные для функциональной активности ксенородопсина, нами был проведен анализ консервативности данных аминокислот и анализ функции мутантов. Всего было исследовано 43 мутанта по 23 позициям. И я вам сейчас покажу, какие наиболее интересные результаты мы получили. Мы получили то, что наиболее критично для транспорта протона является регион основания шифа, потому что большинство аминокислот, которые мутировались, которые менялись в этом регионе, привели к исчезновению прокачки протона. Что, например, не так для мутаций в неклеточной области белка. Мутация этих аминокислот практически не приводила к изменению транспортных свойств белка. Но это и понятно, потому что мы наблюдали в этой области сетку водородных связей достаточно плотную, и ее небольшое изменение, видимо, не приводит к каким-то фатальным последствиям. Да, и также интересно отметить вот этот вот аспартат, который мы считаем ключевым в различии между сенсорными и прокачивающими ксенородопсинами. Он как раз тоже приводил к тому, что прокачка исчезала. Видимо, это некий ключевой аспект, который разделяет сенсорные и прокачивающие ксенородопсины. И в результате всех этих исследований нами была построена модель механизма транспорта протона, которую коротко можно сформулировать так. То, что ключевыми элементами данного транспорта протонов являются цепочки водородных связей, по которым происходит перенос протона. В основном состоянии эта цепочка практически уже сформирована, но, однако, прерывается двумя гидрофобными гейтами. Центральным и внеклеточным, которые в этом состоянии закрыты. Что происходит дальше? При освещении светом, при поглощении кванта света, ретиналь изомеризуется. Как мы видели, в L-состоянии центральный гейт открыт, потому что появляется цепочка водородных связей, по которой при следующем переходе произойдет перенос протона с основания шифра на группу переноса протона. А внеклеточный гейт все еще закрыт. Этот переход происходит, белок оказывается в M-состоянии, и центральный гейт закрывается, для того, чтобы не было обратного переноса протона. Что мы наблюдаем дальше? Мы видим то, что в M-состоянии внеклеточный гейт ослаблен, потому что появились дополнительные водородные связи, по которым произойдет репротонирование основания шифра. И по нашим данным, это репротонирование происходит напрямую из вот этой полости. При переходе белка из M-состояния в основное состояние белка, и тем самым у нас фотоцикл завершается, белок возвращается в свое исходное состояние. Давайте я кратко пройду по выводам данной работы. Было показано, что микробный родопсин B-сиксера относится к группе ксинородопсинов, что был установлен в результате филогенетического анализа. В результате был получен препарат чистого белка путем гетерологической экспрессии и очистки. Белок был охарактеризован функционально, показано, что он является обратной протонной помпой. Была исследована премиозрешенная кинетика спектральная, и показано, что в ходе работы белка происходит депротонирование основания шифра на основе спектральных данных. Получены кристаллы белка и получена структура основного состояния путем рентгеноструктурного анализа с разрешением до 1 и 7 анкстрема. Была исследована кинетика в кристаллах спектральная, получены структуры промежуточных состояний. Важно отметить то, что разрешение, которое удалось достичь в ходе структурных исследований, достигало до 500 микросекунд, то есть по сути субмиллисекундные времена, и это было достигнуто на синхротроне. Ну и на основе всех этих данных, структурных, спектральных, функциональных, плюс исследования функциональных мутантов, была получена модель транспорта протона в обратной протонной помпе. На слайде представлены положения, выносимые на защиту. По результатам филогенетического анализа установлено, что микробный родопсин из бациллоскаоленсис BXR относится к группе к синеродопсинов. Синеродопсин BXR по своей функции является помпой, прокачивающей протоны внутри клетки. Исследована спектральная кинетика к синеродопсина BXR в ультрафиолетовом и видимом диапазоне. В ходе фотоцикла BXR образует M-состояние, соответствующее депротонированию основания шифа. Пространственные структуры BXR, полученные методом рентгеноструктурного анализа, структура основного состояний с разрешением до 1,7 экстрема, промежуточного L до 1,6 экстрема, промежуточного M до 1,7 экстрема. Механизм транспорта протона обратными протонными помпами основывается на специфической структуре белка, содержащей два гидрофобных гейта. Согласованное открытие этих гейтов и прохождение протона по протонным проволокам обеспечивают направленный транспорт протона. По результатам диссертационной работы опубликованы три публикации. Спасибо за внимание. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, пожалуйста, вопросы по докладу, по презентации. Хорошо, может быть, я просто один простой вопрос задам вам. Может быть, сложный, я не знаю. Очень интересное, замечательное исследование, на самом деле. В общем-то, глубокое, широкое, последовательное, оригинальное. Вопрос у меня просто такой чисто технический. Вы показывали температурную зависимость, это где-то слайд, примерно, 13-14, где вы давали наносекундную аппликацию и смотрели активацию при разных температурах. Где-то назад, где-то 13-14 слайд, где-то примерно, как-то так. Там у меня дело то, что... Вот это вот, да, вот, посмотрите. Вы даете начальную фазу, и потом идет активация. Такое впечатление, что кинетика, активация, вообще, кинетика вот этих вот вещей, они идут параллельно. Единственное, что происходит, меняется только задержка. Это так или нет? Вы же даете в самом начале наносекундную активацию, правильно? Да, все верно. То есть мы, коротклазин, вспышу, выгружаем. Да, да, и потом у вас помпа начинает работать, она работает с какой-то определенной кинетикой, и потом спадает. Вот, и вот они работают примерно... Там, температурную зависимостью кинетики этих процессов вы смотрели? Да, конечно, вот она была исследована. Здесь на графике у нас показана зависимость как раз скорости реакций от температуры. Но тут для удобства показана эта зависимость в логарифмических координатах от обратной температуры. А Q10, какое при это примерно? Ну, посмотрите, времена полураспада, можно так охарактеризовать, они для самого быстрого состояния, которое мы наблюдали, порядка микросекунд, 10 минус 6 секунды, а самые долгие порядка секунд. Я, может быть, как-то не до конца уловил, в чем вопрос. Нет, нет, все понятно, значит, это вопрос, я просто смотрю от литики у всех, потому что, ну, есть температурные зависимости, и там, ну, где-то для... Да, она, конечно же, есть, и она была исследована вот в модели Эринга-Полане термодинамической. Мы нашли эти термодинамические параметры, вот. Если про них вопрос возник, я могу коротко, как бы, сказать, то, что если сравнить эти параметры с тем же бактериородопсином, то они в целом оказываются такими же. То есть, вот, энтальпии реакций у всех этих процессов, ну, там, порядка 40-50 кГж на моль, и у бактериородопсина они такие же. Вот, то есть, мы проводили сравнение, и в этом плане, то есть, энергетически, как бы, реакции одинаковые происходят, получается. Ну, и, понятное дело, что на скорость реакции тогда, если у них наклон он задает, по сути, энтальпию, а времена все равно отличаются. Но это происходит как раз из-за энтропийного фактора, потому что он у этих реакций разный. То есть, он убывает с номером перехода, по сути. То есть, более поздние переходы, они происходят с меньшим изменением энтропии между основным состоянием и вот этим переходным. Вот. Хорошо, спасибо. Ещё вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, тогда мы продолжим. Я задам. Кажется, хочется сказать, что я читаю. Да-да, пожалуйста, да. Ну, во-первых, когда тоже совершенно огромный объём работы, и это, конечно, кандидатская диссертация, она нам могла бы тянуть и на докторство, что она называет. Замечательная работа. У меня, значит, одно замечание такое, стилистическое. Я бы не говорил такие слова. Протонная проволока, какой-то безумный перевод. Это протон, переносящий пути или что-то в этом роде. И вопрос такой общий. Вот что-нибудь можете вы сказать о месте в эволюции? Вот по эволюции кседра на всё. Вот что-то интересного было бы знать по эволюции. Да, спасибо за замечание и вопрос. По поводу замечания, ну, как бы, так вначале перевели, и уже не хочется отклоняться от выбранного способа. Но я согласен, да, что лучше было подобрать более подходящий русскоязычный термин. По поводу эволюции, это вопрос очень интересный, и он, мне кажется, связан с функцией. А функция тоже, имеется в виду биологическая роль данных родопсинов, она не до конца понятна. Можно предположить несколько вариантов. Раз он прокачивает протон внутрь клетки, то, может быть, данные ксенородопсины встречаются у тех бактерий, которые обитают в условиях, где требуется поддерживать именно концентрацию протонов внутри клетки. То есть это может быть некая такая регуляторная роль для поддержки жизни, обеспечения данной бактерии. Вот. Что касается эволюции, тут про микробные родопсины тоже много разных есть теорий. И когда был открыт в 2013 году КР-2, это натриевая помпа, то было сделано предположение, что натриевая помпа – это предок всех родопсинов, и более того, предок даже некоторых GPCR-ов. Почему он предок? Ну, потому что есть гипотеза, что натриевая энергетика, она более ранняя, чем протонная. Вот. И, соответственно, он мог быть предком всех последующих родопсинов, у которых произошло изменение функций. То есть они вместо транспорта натрия стали заниматься транспортом протона. Они могли вместо чистого транспорта как-то взаимодействовать с другими белками, и тогда стали сенсорами, или, например, у них могла произойти потеря ретиналя, и при этом некая активация другого белка, и они тем самым стали даже GPCR-ами. То есть у них вместо ретиналя образуется некоторая область для леганда, вот, и они становятся GPCR-ами. Возможно, этот ксенародопсин – просто некая модификация транспорта, которая вот понадобилась для регуляции значения протонов внутри клетки. Но это, опять же, чисто гипотеза, поэтому сложно что-то сказать. Никаких конкретных исследований я не видел. Но вопрос, конечно же, интересный. Спасибо. Владимир Викторович. А, да. А вот с точки зрения практической значимости и возможности использования этого бактериородоксина в оптогенетике что-то дает? А я бы хотел уточнить, вы иметь в виду вообще ксенародопсины или вот этот конкретный в частности? Да можно и вообще. Ну, вообще, конечно же, дает, потому что... Давайте я быстро вернусь. Я говорил, что они могут быть активатором возбудимых клеток. И вот здесь стоило, наверное, заострить внимание. Конкретно для архейного это даже было показано. То, что он в состоянии возбуждать нейроны, то есть генерировать спайки в нейронах. Вот. Поэтому он, конечно же, что-то в оптогенетике дает. И это даже было показано. Если говорить про наш, про BCXR, мы, к сожалению, этого не успели показать, мы этого не делали. Но, исходя из общих соображений, что он имеет такие же функциональные свойства, наверное, он способен работать в оптогенетике. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Федор, вы показывали картинку, где у вас протон переносится куда-то вверх. Можете показать ее еще раз? Но это вот где-то дальше было. Тут, к сожалению, слишком много картинок, где протон переносится вверх. Я, наверное, тогда вернусь просто к схеме. К общей. Вот. Вот это, например. Вот это, например, подойдет. Вот у вас на картинке справа внизу показано, что протон идет вверх в сторону положительно заряженного натрия. Хотелось бы услышать, что движущей силой является прохождение протона в сторону заряженного натрия. Тут нужно быть с этим аккуратным. Потому что натрий, конечно же, имеет положительный заряд. Но вокруг находятся перезаряжаемые генекислоты, которые сами могут иметь отрицательный заряд. И суммарно там заряд может быть отрицательным. Скорее всего, это так. И тогда никакой проблемы с конфликтом зарядов нет. Там два грозда против ИОНа, так что кажется, что там нет проблемы такой. Там вот был вопрос. Да, да. Федор Михайлович, с продолжением предыдущего вопроса, хочется спросить, было ли центрально как-то протитровано по ППАШу вот этот ПК, который как раз держит этот натрий, к которому продвигается этот протон, в том смысле, что конфигурационно это как-то выглядаемо с спектральными или нет? Что касается этих спектральных исследований, тетрования по натрию, то по ИОНа натрия не было тетрования, по ППАШу было. Но тут нужно это тетрование разделить на две вещи. То есть тетрование, во-первых, было, но, во-вторых, это тетрование, даже если влияет на эту область, то мы спектрально это вряд ли увидим. Потому что расстояние от этой группы переноса протона до ретиналя, который, собственно, обеспечивает спектральные свойства, довольно большое. И никаких изменений мы не наблюдали в том диапазоне, в котором исследовали. У меня есть иллюстрация по этому поводу на 11 слайде, где мы исследовали тетрование, где мы исследовали спектр от ПАШа и никаких знаний. Значительных изменений не наблюдали в выбранном диапазоне от 3 до 11 единиц ПАШ. То есть, видимо, никакие группы в этом диапазоне не протонируются и не депротонируются. Вот. Ну, либо это, по крайней мере, не видно по спектру. Ну, либо так, да. Спасибо. Поясните, пожалуйста, в чем разница между гейто-открытой и гейто-ослабленкой? Почему искать, что пузматический, внешний, да, внешне-клеточный, тоже открыт? Я слабую. Почему такой дюанс? Потому что здесь мы наблюдаем сет, цепь водородных связей, которая полностью собрана, а здесь она не полностью собрана, но при этом все равно... Сейчас Михаил Аркадьевич пропал, надо его немножко позвать. Давайте подождем. Сейчас ответить можно на вопросы, а потом... Я могу повторить потом, да. Повторять не надо. Как, позвонить ему кто-то может? Михаил Аркадьевич, мы вас не видим на камере, вы не могли бы включить камеру? Спасибо. Да, отвечайте. Ага, да. Вопрос был в том, в чем разница между открытым и ослабленным. Открытый, здесь есть полная цепь водородных связей, а здесь она не полная, но при этом все равно отличается от того, что было в закрытом состоянии. То есть она стала больше, но не до конца. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Ну что ж, если вопросов нет, тогда мы переходим к вопросам и замечаниям из отзывов. Замечания из отзыва Чупина Владимира Викторовича. Работа содержит опечатки, например, в первом предложении второго абзаца 3.95 диссертации слова «спектр» встречается два раза подряд. Да, с замечанием согласен. Абсолютно верно. Замечание из отзыва Батищева Олега Вячеславовича. В разделе 2.2.5 дифференциальная спектроскопия после лазерного импульса главы 2 метода не указано, в каких именно условиях находился образец и как происходила его подготовка. Да, спасибо за замечание. Это действительно так, но подразумевалось, что условия ровно такие же, в которых белок был очищен, то есть условия ровно такие же, в которых белок находится после очистки, это там не явно как-то указано. Следовало действительно пояснить подробнее, и на всякий случай я продемонстрирую здесь, какие были условия. То есть он был в мицеллодетергенто, буфер натрифосфатный, ТАЖ 7.5 натрий хлорстопсядмиллимоль и 0,05% DDM. А подготовка заключалась в том, что концентрация образца деспектральных исследований, она доводилась до такой, чтобы поглощение на длине волны родопсинового пика было порядка 0,6. Это определяется двумя факторами, то есть с одной стороны хочется как можно больше сделать, чтобы эффекты были сильнее, но с другой стороны, если сделать большое поглощение в спектральных экспериментах, то будут появляться большие шумы при исследовании, потому что большое поглощение означает маленький сигнал. И вот экспериментально было подобрано некоторое оптимальное значение, и до него и доводилась концентрация белка. На рисунке 30 представлена зависимость изменения ПАЖ от времени при освещении суспензии клеток ЕКОЛИ светом для различных буферных растворов. Видно, что солевой застав среды влияет на кинетику изменения ПАЖ, при этом наименьшая скорость роста наблюдаются в растворе калий-хлор. Может ли это говорить о возможной конкуренции транспорта протона и ионов калия? Такие примеры известны в частности для протонных каналов вирусов. Есть ли какие-то предположения механизма влияния ионов на транспорт протонов, ксенорадапсинами? Да, спасибо за вопрос и интересное наблюдение. У меня есть под рукой вот как раз рисунок 30 с функциональными данными. Что касается конкурентного транспорта иона, калия и протона, но кажется, такого не наблюдается, потому что мы видим именно прокачку протона. Если бы мы видели прокачку какого-то другого иона, не протона, а, например, калия или натрия, то эффекты были бы другими. Можно это, например, показать на результатах работы натриевой помпы. Тут принципиальной разницы между ионом натрия и калия нет. Если бы мы сказали, что здесь у нас ион калия, то мы должны были бы наблюдать вот такие эффекты на PH-тестах. Если у нас прокачивается некий дополнительный ион, здесь был натрий, то без протонофора мы видим некий эффект, мы видим здесь повышение PH. Почему оно происходит? Потому что у нас натриевая помпа прокачивает заряд наружу, и с целью скомпенсировать это изменение заряда протоны заходят внутрь. И мы видим рост PH. А если мы сделаем мембрану еще более проницаемой для протонов, то этот процесс будет идти с большей эффективностью, и мы будем наблюдать еще больший рост на зависимости PH от времени. И тогда мы бы сказали, что наш белок имеет некую прокачку, некую активность какого-то другого иона. Мы же в своих измерениях этого не наблюдали, у нас везде есть чисто протонный эффект. И поэтому мы исключаем тот факт, что прокачиваются конкурентно ион калия и протон. Действительно замечено, что у них немножко разная кинетика, возможно какое-то влияние есть, но это какой-то эффект, так сказать, следующего порядка, и мы его не исследовали, пока никаких данных по этому нет. Но с точки зрения функции наблюдается чисто протонный транспорт. На странице 83 утверждается, что результаты, представленные рисунки 38, в координатах логарифм К единицы на Т, координата арениуса, выглядят как линейные, но таковыми не являются. Непонятно, откуда следует нелинейный вид представленной зависимости. Да, действительно, такая фраза в работе есть. Вот арениусовские зависимости, они выглядят как линейные, но в работе сделано утверждение, что они выглядят как линейные, но таковыми не являются. Ну потому что математически мы обрабатывали данные при помощи модели Эринга-Полани, она представлена на слайде. И здесь константы скорости, они имеют температурную зависимость в двух местах. Во-первых, это экспоненциальный фактор, во-вторых, это просто множитель. И понятно, что экспоненциальный фактор будет являться тем, кто вносит наибольший вклад, а зависимость просто во множителе, она будет иметь меньший вклад на нашем температурном диапазоне. То есть мы температуру меняли от 10 градусов до 50, то есть порядка 10-20%, если смотреть в кельвинах. И можно даже оценить наши данные и посмотреть на следующую зависимость. То есть мы берем наше предположение, нашу модель о том, как константа скорости зависит от температуры. Мы ее логарифмируем, пытаясь сымитировать просто ареневсовские координаты. И, конечно же, при логарифмировании у нас будет линейный член, константный член, и так как во множителе есть зависимость температуры, так же будет логарифмический. И если просто взять две точки по температуре, попробовать посчитать, какой вклад имеет каждая слагаемая, точнее, какое изменение получается у каждого слагаемого, то оказывается, что вот это логарифмическое слагаемое, оно порядка 5% от основного линейного вклада, и поэтому формально, с математической точки зрения, зависимость не является линейной. Но то, что мы наблюдаем, имеет линейный вид, потому что этот вклад гораздо больше, чем вот этот. Ну, тут, конечно же, нужно еще дальше пойти и сказать, что, окей, у нас есть логарифмическая зависимость, мы можем логарифм разложить. Да, у нас будет при разложении первый член будет линейный, и мы его тоже не увидим. А вот такой уже следующий, который еще будет следующего порядка малости, он уже будет иметь какую-то квадратичную зависимость. То есть, на самом деле, я бы оценил, что вклад в нелинейность здесь меньше процента, и поэтому мы этого не видим на рисунке, на экспериментальных данных. На рисунке 38 приняты термогеномические параметры реакции, но не проведен их анализ. Кроме того, полезно было бы провести сравнение полученных значений с литературными данными. Да, действительно, есть такое упущение. Спасибо за замечание. Уже немного это обсуждали, но я еще раз коротко повторю то, что данные термогеномические параметры в итоге были дополнительно проанализированы, и было проведено сравнение с таковыми параметрами для хорошо изученного бактерия родопсина. Видно, что энтальпии реакции, то есть энергетические параметры, они в целом одинаковые для всех переходов, как внутри одного белка, а так и даже между белками, и составляют порядка 40-50 кДжоу на моль. Что у того, что у другого белка наблюдается уменьшение энтропийного фактора для каждой последующей константы. Отсюда можно сделать некий вывод, что энергетические процессы устроены одинаково, и важен именно порядок, как они происходят. И это определяет направление прокачки транспорта. Все, спасибо. Замечания из отзыва кучерки Норберта. В разделе 3.6 проведены данные по исследованию спектральной кинетики белка в детергенте. Почему данные исследований были проведены именно в детергенте, а не в других системах, например, липосомах или нанодисках? Да, спасибо за вопрос. Что касается выбора системы для спектрально-кинетических исследований, действительно для родопсинов, ну и для других мембранных белков используют некие модельные системы, такие как липосомы или нанодиски, и считается, что нанодиски гораздо лучше имитируют условия настоящей мембраны, более нативные получаются. Однако мы в ходе выбора руководствовались двумя факторами. Ну, во-первых, это простота. Конечно же, если делать исследования в мицелло-детергенте, то это гораздо проще с точки зрения подготовки образца. И мы этим пользовались, потому что второй фактор для ксенородопсина и НСКСЕР из археи были проведены исследования в разных системах. И было показано, что большого влияния этих систем нет, и мы руководствовались этим фактором. Насколько учитывалось влияние липидной составляющей мембраны на результаты в структурных исследованиях? Насколько учитывалось влияние мембран на предложенный механизм переноса протона? Да, спасибо за вопрос. Липидный состав мембраны каким-то прямым образом нами не исследовался. То есть не было такого, что мы проводили исследования в разных липидных окружениях с целью понять, как именно оно влияет. Но потому что мы видели в наших экспериментах, когда был выбран один липид, мы не увидели того, чтобы липид как-то взаимодействовал сильно с нашим белком. То есть нет такого, что липид входит в какие-то сайты активные для белка. И поэтому отсюда можно сделать предположение, что большого влияния нет. В работе проводилось сравнение механизмов переноса протона бактериальных и архейных ксенородопсинов. В чем ценность выявленных отличий и совпадений? Спасибо за вопрос. Действительно, если провести сравнение механизма транспорта для архейных и бактериальных ксенородопсинов, то можно обнаружить как общие вещи, так и различные. Среди общих вещей можно отметить то, что область основания шифа одинаково устроена, и это ключевая область, которая отвечает за перенос протона. Она одинаково устроена. Но при этом есть и различия, а именно отличаются аминокислоты в том месте, куда у нас протон уходит. Это акцептор протона. И по-другому устроена немножко область с внеклеточной стороны. Как было указано в данной работе, механизм там немножко другой. Какие ценности имеют данные наблюдения? Но можно предположить, что для обратного транспорта протонов тоже существует большое разнообразие механизмов, как и для прямого транспорта протонов. Например, есть как минимум, вот мне известно, три разных представителя прямых протонных помп. Они все обладают разным механизмом транспорта. В разном порядке происходят переносы, разные аминокислоты участвуют. То есть, по-видимому, мир обратных протонных помп такой же широкий и большой, как и прямых протонных помп. А если у нас есть разные механизмы, то значит могут быть разные условия работы. Это может быть как-то использовано дальше в оптогенетике. Замечание Изотцева-Бочарова Эдуарда Валерьевича. На рисунке 53 приведено сравнение разностных карт электронных плотностей для данных, полученными методами криотропинга и время разрешенной крестовографии. Чем можно объяснить разницу результатов для L-состояния? Спасибо за вопрос. Действительно, если посмотреть на разностные карты между освещенным состоянием и неосвещенным для криотропинга, время разрешенного состояния, для L-состояния, они выглядят по-разному. Тут нужно понимать, что это именно разностные карты, то есть освещенное состояние минус основное. И в освещенном состоянии мы имеем некую суперпозицию. Мы имеем суперпозицию L-состояния и основного состояния. И в ходе наших экспериментов оказалось так, что при времеразрешенном эксперименте заселенность была меньше, 20% против 35%, и разрешение там было меньше. И поэтому на разных картах мы наблюдаем такую вот картину. То есть если посмотреть на восстановленные карты из экстраполяции, то они в целом выглядят похожим образом. В разделе 2.2.8 материалы и методы указаны концентрация белка 20 мг в мл. О концентрации в каком именно объеме идет речь? Да, спасибо за, по сути, замечание. Там немножко недосказано, когда мы делаем мезофазу с белком, мы смешиваем липидную составляющую, белковую составляющую. И вот эта концентрация, она не в финальном, что получилось, а вот именно в то, что мы добавляем к белковой составляющей. Замечание из отца Брежестовского Петра Дмитриевича. Известно, что для мутанта сенсорного родопсина АСР также была показана обратная прокачка протона внутрь клетки. Возможно ли при помощи мутагенеза получить сенсорные свойства для ксенородопсина? Спасибо за вопрос. Действительно, это было бы интересно сделать. И я раньше в ходе своего доклада уже рассказывал про те области, которые отличаются у сенсорных и у ксенородопсинов, которые внутрь прокачивают. Однако нужно понимать то, что у сенсорного родопсина в его геноме за самим родопсином обнаружен следующий белок, который было показано, что является трансдюсером сигнала. А у остальных ксенородопсинов, в том числе у нашего, у бисексера, данного дополнительного белка не наблюдается. То есть нет трансдюсера. И поэтому даже если мы сделаем мутации, которые сделают его похожим на сенсорный, то не факт, что он заработает как сенсорный, потому что ему нужен будет еще дополнительный трансдюсер. Но вот при добавлении трансдюсера, может быть, что-то и получится. И это на самом деле отдельное большое исследование, которое в целом было бы, наверное, интересным. В разделе методы отсутствует описание биоинформатических методов. Управление. Ничего. Спасибо за замечание. Действительно, такое упущение есть. И следовало бы указать все методы в разделе методы. Были биоинформатические работы, и про них коротко указано в самой главе результаты. Следовало бы их отдельно написать в главе метода. Это правда. Это вы делали? Да, да, да. Просто это перечислено, какие инструменты использовались. Оно прямо в главе результаты, потому что это довольно небольшой кусок работы. Но, наверное, следовало бы их описать отдельно в методах. Но это проделали вы сами, а не ваши коллеги. Да, да, да. Это важно. Да. Замечание из Ульцева-Островского, Михаила Аркадьевича. Текст работы содержит ряд опечаток и неточностей. Некоторые рисунки не полностью переведены на русский язык. Например, рисунки 53, 56, 60. Полезно было бы провести сравнение исследованного ксенородопсина с шизородопсинами, для которых также было показано, что они способны прокачивать протон внутрь клетки. Согласен с замечанием. Спасибо. Действительно, относительно недавно, в 2021 году было показано, что есть еще один класс микробных фродопсинов, шизородопсины, который тоже обладает обратным транспортом протона. Для него были проведены функциональные исследования, спектральные, кинетические исследования, и также были проведены структурные исследования, на основе которых было получено некое представление о механизме транспорта. Но здесь исследовалась только структура основного состояния с не самым большим разрешением, поэтому тот механизм, который предложен на основе этих данных, он, я бы сказал, дискуссионный, но все равно его можно обсудить. И там было сделано утверждение, что механизм абсолютно другой, что не наблюдается никакой группы переноса протона, а уход протона происходит сразу же в цитоплогматическую часть. Поэтому, если сравнивать, то мы видим другой механизм, и вот это, наверное, подтверждает как раз ту ценность, которую мы раньше обсуждали, что вот механизмы бывают разные, значит, это как-то можно по-разному использовать. Замечание из отзыва Шайтана Константина Вальдемаровича. В работе предлагается молекулярный механизм на основе использования представлений о протонной проволоке, в кавычках. Не совсем понятно, зачем автору поводить новый термин, а не использовать уже известный цепь переноса протона. Следовало бы более подробно обсудить энергетику, предлагая его механизм, и поставить развиваемое представление с ранее проведенными квантохимическими расчетами аналогичных систем. Спасибо за замечание и интересное предложение. Действительно, следовало бы использовать более общепринятый в русском языке термин. Энергетику мы немножко обсудили раньше, а исследования по сравнению экспериментальных данных с неким моделированием следовало бы полезно провести, да, это бы сильнее подтвердило гипотезу. Спасибо за замечание. При обсуждении гипотезы о механизме переноса протона автор используется представлением о формировании протонной проволоки в кавычках за счет конформационных движений, при которых происходит подстройка необходимой конфигурации протонов-переносчиков с требованной точностью. При наличии структурной информации и данных об амплитудах движений переносчиков, и в принципе можно получить из B-факторов или из молекулярной динамики, можно было оценить характерное время выстраивание такой многоцентровой конфигурации и сравнить это время с данными кинетики. В этом случае выдвигаемая гипотеза была бы более значимой. Да, спасибо, согласен с замечанием. Замечание из отзывов ведущей организации Институт мультипулярной биологии не ингрегатором. В работе не приведено объяснение, почему именно данный ксенородопсин был выбран как объект для изучения механизма транспорта обратных протонных помп. Следовало указать причину выбора именно этого белка. Спасибо за замечание. Действительно, не всегда все получается так, как задумано. И изначально мы исследовали ксенородопсин, несколько представителей с целью показать применимость именно в оптогенетике. И для BCXR, например, нам удалось показать, что он довольно хорошо локализуется на мембране клеток млекопитающих при трансфекции. И нам этот белок показался интересным, поэтому мы выбрали его дальше в работу. Удалось показать, что он хорошо экспрессируется, в хорошем качестве, в больших количествах, а значит подходит для структурных исследований, в том числе время разрешенных. Поэтому удалось его так использовать. Можно сказать, что причина выбора, ну вот некий случай научный. Как вы считаете, является ли выявленный механизм переноса протона общим для ксенородопсинов и родопсинов в целом? Спасибо за вопрос. Были проведены исследования для механизма переноса транспорта для классического бактериородопсина, который прокачивает протон наружу клетки. И там тоже были обнаружены те же структурные составляющие для этого переноса, тоже механизм основывается на цепочках водородных связей. Поэтому можно сделать вывод, что механизм этот в целом является общим. И вопрос именно по последовательности данных переноса заряда. Недавно было показано, что шизородопсина также обладает обратным транспортным протоном. Кроме того, была получена пространство структуры, насколько похожи пространство структуры шизородопсинов и ксенородопсинов. Спасибо за вопрос. Я могу немножко вернуться назад и повторить то, что они все же отличаются с точки зрения ключевых элементов. И более того, шизородопсины, у них есть характерная особенность в том, что это довольно короткий белок по сравнению с обычными родопсинами. Вместо 250 аминокислот здесь порядка 200 аминокислот. Вот поэтому структурно он другой немножко. В тех диссертации одержит некоторое количество англицизма, синтактических ошибок и опечаток. Данные замечания не уменьшают значимость проделанной структуры и не снижают общего положительного впечатления от данной работы. Замечание из отзыва Богачева Александра Валерьевича. Положение, выносимое на защиту номер 5 и вывод номер 8, не раскрывают масштаб сделанной работы. Хорошо бы раскрыть эти пункты и лаконично описать предложенный механизм работы ксенородопсина. Согласен с замечанием. Спасибо за замечание. Режет глаз повсеместный применяемый термин протонная проволока. Это, наверное, идет от прямого перевода англоязычного термина proton wire. Но даже в случае прямого перевода это скорее протонный провод, а не проволока. Да и в русской жительной литературе в этом случае обычно используется термин протон-переносящий. Согласен с замечанием, но как мы видим в русском языке есть разные варианты. Тоже есть протон-переносящий путь, децепт переноса протона. Велик и могучий русский язык. В проекте автореферации и диссертации еще много ошибок и опечаток. Пропущенных описаний, подписям, к рисункам и так далее. Таким образом, эти тексты требуют еще тщательного редактирования. В отзыве Туроверова Константина Константиновича замечаний нет. На этом мы и закончили с замечанием и отзывом. И далее есть какие-нибудь комментарии еще можно сказать, да? И далее мы переходим к выступлению научного руководителя Тимана. Ну, вы слышали, Федор. Лучше бы поближе микрофона, чтобы поближе. Да, слышали. Ну, лучше записалось. Федор большой молодец. Он, конечно, абсолютно заслуживает того, что просит. И он высокого уровня. Глазит широким спектром методов от молекулярной биологии до биофизических, физических. Об этом также говорит то, что он отвечает за две платформы в центре. Очень важные. Все платформы важные. Знаете, тоже очень важные. Фашпатолис и Печкуэмп. Кроме того, Федор и даже за пределами центра знаменит. Он тренирует, ходит по группу тренеров национальной команды по физике. Как вы знаете, он все время приезжает со всеми, с максимумом практически золотых медалей. И несмотря на эту большую работу по платформе и так далее, его работа, которую он представил здесь, она высокого уровня, она только часть того, что он делает, что будет опубликовано уже сейчас практически готова на этой неделе. Это же он. Следующая работа, где он один из основных авторов. По самой работе это не мое дело оценивать. По диссертанту вы понимаете, как я его замечательно оцениваю. Я вижу большую надежду для центра и не только. Что единственное, я могу сказать, что, несмотря на скромные, некоторые вещи надо акцентировать, потому что это уникальная работа. Таких в мире практически нет, я бы сказал. Это первое, это уникальное. Второе, это то, что Федор не отметил. Устанавливаем мировой рекорд в той области, которая исключительно престижна. Десять раз лучше анализовывать на синкроторном разрешение временное и пространственное. Выше, чем перед этим была работа в Сансе. И это очень большое достижение. Вот с этим блоком это было опубликовано, отмечено. В этой же, значит, старшего майка в бою будет. Ну, так что не только золотые медали. На Олимпиаде международное, а еще золотые медали. Но доклад действительно большой. Мировую науку, методические и другие вещи. Спасибо, Федор. Все. Спасибо. Поступивших в отзывах отмечено замечание не снижает научно-практическую ценность работы и не ставят под сомнение полученные результаты. Поскольку все поступившие отзывы положительные, вопросы обрешены ранее, совершение членов институционного совета, зачитаю выводы, отраженные в отзывах. В заключении организации, где проводилась апробация, Московский физиотехнический институт, Национальный исследовательский университет. Отзыв за подпись у доктора биологического профессора, разместителя, за счет кактора биофизики МВТ Манхова Ильи Владимировича. Отзыв утвержден кандидатом физмат-наук, проектором по научной работе, Баганом Виталием Анатольевичем. Диссертация «Механизм обратного транспорта протонов ксенорадапсина» Циброва Федора Михайловича рекомендуется к защите на сыскании в членной степени кандидата в биологическую науку в специальности 1.5.2 «Биофизика». Отзыв ведущей организации Федеральное государственное бизнес-утреждение науки Институт молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук. Отзыв подписан кандидатом физмат-наук в старшем научном сотруднике лаборатории конформационного полиморфизма белков в норме и патологии Ткачевым Ярославом Владимировичем и кандидатом физмат-наук в старшем научном сотруднике лаборатории ДНК белковых взаимодействий МБРАН Анашкина Анастасия Андреевна. Отзыв утвержден директором МПРАН академиком Георгиевой Софьей Георгиевной. Автор реферат полностью отражает содержание диссертации. Основные результаты работы и вывода опубликованных в лицензируемых научных журналах представлены в сборной конференции трудов. Диссертация отвечает всем требованиям положения о присуждении ученой степени кандидата наук Автор диссертации Цибров Федор Михайлович за службу и присуждение степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.2 Биофизика. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, если есть дополнительные вопросы, их можно задать сейчас. Если нет, то тогда прошу в рамках дискуссии высказаться тогда о работе членов диссертационного совета. Пожалуйста. Ну я готов сказать, оцениваю очень высоко положительно эту работу и считаю, что Федор очень много сделал в этой работе, применил самые даже разнообразные методы для выполнения своей работы. И мое положение, мои пустые, только положительные. Спасибо. Кто-то еще хочет... Я могу сказать, что правда действительно впечатляет объем работы и качество. И подробности. Дело в том, что вот то, что сказал руководитель в Артурделе, что действительно скромность его отличает. Потому что когда на вопросы, когда он отвечал, было видно, что там это только вершина айсберга того, что рассказывается. Там еще в глубине очень большой анализ, который он не показывал, который он сделал. Замечательная работа. Очень высоко оцениваю ее. Спасибо. Еще высказываться? Ну если нет, тогда предоставим заключительное слово соискателю. Да, я в первую очередь хотел бы сказать, что данная работа, она была при поддержке многих людей, без которых бы этой работы не было. Наверное, в первую очередь я отмечу своего нужного водителя, Антиланча Горделя. Потому что без его энергии и нескончаемой веры в успех этого всего бы, я думаю, не было. Потом хотелось бы отметить своих коллег. Алексеева Алексея, Кирилла Ковалева, Виталия Шевченко, которые, собственно, можно сказать, привели меня в лабораторию и всему научили. И без взаимодействия с ними я бы не получил этот опыт, не смог бы сделать эту работу. За что я им за поддержку также очень сильно благодарен. Ну, отмечу всех. Всех сложно отметить, всех перечислить. Я благодарю всех сотрудников нашего центра, нашей кафедры, всех, кто участвовал, помогал в защите во всех ее аспектах, в поддержке. Конечно же, благодарен своей семье и всем близким. Очень ценю вклад в моральную поддержку и вдохновение со стороны своей любимой девушки Ольги. И спасибо всем вам, что пришли, уделили внимание. Спасибо. Спасибо. Уважаемый член институционного совета, мы приступаем к голосованию, но сперва нужно избрать счетную комиссию в составе трех человек и утвердить ее просто поднятием рук. Я предлагаю взять трех человек из здесь присутствующих, поэтому мое предложение Батисев Олег Вячеславович, Бержецовский Петр Дмитриевич и Бочаров Белартий Юрьевич. Так, председателем кто будет? Олег Вячеславович будет? Ну давайте я подошел. Так, коллеги, пожалуйста, состав счетной комиссии предлагают утвердить поднятием рук председатель Батисев Олег Вячеславович, члены комиссии, Бержецовский Петр Дмитриевич и Бочаров Белартий Юрьевич. Кто за, прошу поднять руки членам дирекционного совета. Спасибо, единогласно. Тогда просим, пожалуйста, искателей, гостей удалиться и приступаем к голосованию. Электронное голосование либо на почту должно было прийти, либо просто под плагином, паролем можно зайти и начать. Можно с этого компьютера тоже... Так, критышка сверху спишет. Да, причем они дурацкие эти символы, восемь летних цифр. Проект еще... Ну, что-то... Ну, чего на всякий случай запрещен, да? Можно выяснить. Да, хорошо. Часто нажимаем. Попробуем. Да. Да. Четыре. Продолжение следует... Да, Норберт. Можно вопрос? А там в голосовании подтавлено, что... Да-да-да. Значит, коллеги, из-за того, что у нас ошибка, то, что в теме голосования указано, что кандидат в физико-математических наук, а не биологических, сейчас тогда создадут новое голосование. Сейчас тогда, соответственно, не обязательно развогиниваться, оно у вас прям там появится в личном кабинете, или же по почте придет, соответственно, еще раз ссылка. Спасибо. Бывает. С этим голосованием однажды было такое, что... Вы не помните? Или у вас тот же самый... Мы никогда не помните. Сейчас. У нас есть ссылка. Помните, 18, номер 7. Да. Так, вот, зайти я зашел. Нормально. Ну, это, наверное, не по голосованию. Ну, да, сейчас отмениться. Сейчас это... Да, пока не по вы помните. Да? Да. Ну, тот самый. Ну, я думаю... Ну, кто-то помнит этот датчик. Да, это случайно. Тогда открой в этом просто. Ты в один порой помнишь. Я прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Уважаемый член Совета, там создалось новое голосование, можете проверить в личном кабинете, там вот можно уже заходить. Спасибо! Продолжение следует... Маленькая пауза. Маленькая пауза. Маленькая пауза. Маленькая пауза. Маленькая пауза. А Петр Медведевич где? Он проголосовал? Так, он пошел, собрала голосовать. Что теперь? Да, вот это проголосую, сюда, вот это. Так, сзади, вот подвези. Внизу там. Ай! Упа! Чего? Где кнопка? Вы можете с компьютером его зайти. Что-то ожидается. А вот все вышло, закрылось. Так, Петр Медведевич, спешите здесь. Еще раз. Вот здесь, да? Все, 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 все. Так, Свет, там, наверное, можно... Погоди, мне же надо вывести все это дело. А я так уж завершить. А я не знаю, еще травма, кстати. Спасибо. Так, Рашибур, уходит это, провариши, алипиадников. Вот я тоже удивился, честно говоря. А чего? Ну, можно сказать. Докторсов хочется взять. Правда, мы работаем. Уже появился, может, Кривлянскую посылку. Сколько там? Десять. Десять. Семи семьи. Семи семьи. Спасибо. Так, иди-ка. Семи семьи. Сейчас. Здесь завершился на экран. Дожди. Сперва это, сейчас-то промеси надо еще. И сперва опять впишем. Ну, вообще работа там, печататься они там. Пишутцы большие. так сейчас система работает мы приглашаем характер защиты так это позвонил бакан это проект не помню но что такое так результат появились официально объявлять да то есть может своими словами сейчас так пригласим так сейчас ручку анимации так электричество можно своими словами сказать не обязательно значит могу говорить да значит комиссия в составе председатель Батич Валерий Вячеславович члены комиссии Брежестовский Петр Дмитриевич и Бочаров Эдуард Валерьевич значит провели голосование значит процедура голосования следующая общее количество бюллетеней семь из них роздано семь в том числе удаленные участники трое не роздано ноль результаты голосования за семь против ноль возражался ноль недействительных ноль поздравляем уважаемые члены институционного совета необходимо утвердить результат работы счетной комиссии протокол счетной комиссии поднятием рук прошу голосовать за утверждение работы счетной комиссии диссертационного совета вам был разослан проект заключения сейчас предлагается проголосовать поднятием рук за принятие проекта заключения диссертационного совета а все все замечания которые возникли можно учесть потом в рабочем порядке мы их учтем и так прошу голосовать за разослан ранее проект заключения диссертационного совета спасибо Владимир Викторович теперь ваше слово сейчас итак на основании проведенной защиты и результатов тайного голосования которые вы слышали постановили на основании результатов тайного голосования членов диссовета за 7 против 0 и действительной бюллетени считать что представленная диссертационная работа соответствует требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук доктор наук в МФТИ и присудить ее автору кандидата биологических наук по специальности 152 биофизика все поздравляем на этом заседание совета закрывается значит коллеги сейчас наверно будет перерыв наверно сейчас 12.36 минут 15 хватит нам до до